заворачиваются уже на формирование конуса до сечения трубы 27 на 27 сантиметров привет всем меня зовут борсук олег в этом видео я расскажу как строить мангал без печи под казан просто мангал будет столешница и мойка значит мангал будет выполняться в одном стиле с домом вкладка выполнена из обычной пластички вот такой вот кирпич почистили подшлифовали его далее какой-то внешний вид вторую жизнь подарили дача находится в живописном уголке адыгеи природа вокруг сейчас вам покажу вот видите лес будет находиться мангал на террасе терраса пристроена к дому вот в этом месте будет располагаться мангал значит труба выйдет через кровлю приступаем к работе разложил на сухую без раствора теперь размечу где будет мангал открываю проемы для мойки для мангала для дровника проем и для столешницы проем первые два ряда проложил вкладку выполняю на песчано-цементный раствор 1 4 пропорция 4 песка 1 цемента значит перевязку делаю арматурой несущие стены на мангал и передние несущие стены с перевязывается арматурой также одновременно перевязывается обрамление для дровника каждый печник или каменщик или мангальчик вкладывать душу свою работу в каждый кирпич который он кладет на кирпич имеет свою собственную программу твой собственный код задача каменщика этот код обновить все кирпичи которые он использовал в строительстве привести к одному знаменателю они теперь работали как одно единое целое дух этого мангала уносит нас в глубокую древность в те времена как могли вот из каких материалов было доступно они строили себе очаги очаги имели примерно такой вот вид вот такой несколько жесткий такой брутальный без изысков без всяких но в то же время они четко выполняли свою функцию то есть качественно работали отдавали тепло согревали объем глядя на огонь человек очищается от негатива заряжается теплом позитивом добром мангальчик печник вкладывает душу за столом соберутся самые близкие уважаемые самые любимые люди и хозяин дом хочет поделиться радостью этой душевной своей добротой с другими близкими людьми накормите вкусной пищей приготовленной на этой печь будет служить верой и правдой долгое время останется людям в наследство мы используем все современные технологии предыдущий опыт прежних строителей которые исключали недостатки и в конце концов пришли вот к сегодняшней технологии самой совершенной самой продуктивной будет два контура внутренний и наружный контур на наружный контур тепло не будет передаваться за счет этого долговечность конструкции будет продлена подошел ключевому моменту перекрытию дровника также перекрывается мойка столешница перекрываем на высоте 75 сантиметров кирпичи укладываем по всему ряду полностью перекрывается на песчано-цементный раствор следующий ряд будет огнеупорным кирпичом это уже будет дно мангала сначала я перекрою сам дровник дно мангала а потом заложил фасад дровник перекрыт портал тоже дровника обрамил половинками получился несколько высоковато проем ну зато очень удобно будет дай дрова закладывать и доставать их но также можно и дверцы сделать я это сделал специально с таким расчетом чтобы у меня мойка ну или столешница что там будет дровник эта часть мойка или столешница здесь скорее всего будет мойка там столешница чтобы они все были перекрыты на одном уровне проема но сейчас следующий этап два ряда карниза с небольшим выступом первый ряд и с небольшим выступом второй ряд два ряда карниза пройду и дальше уже здесь уже стенки мангала пойдут вертикально вверх слева и справа слева можно будет закладывать огнеупорным кирпичом дно мангала самого же так что сейчас два ряда карниза прокладываю первая высота готова дровник мойка столешница размеры от стены до края мангала 95 сантиметров с учетом напуска без учета напуска 90 сантиметров ширина полтора метра но надо спозиционировать таким образом чтобы здесь получил еще примерно сантиметр для того чтоб не раздавил облицовку здесь также чтоб зазор был здесь тоже зазоры обязательно справа слева чтобы при расширении дно не выдавливала наружную кладку такая смесь получается вот у меня самая высокая точка значит я примерно на сантиметр должен сделать здесь шоу сантиметр здесь у меня выйдет 2-3 миллиметра шоу а вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, деньги нужны, но они всегда должны быть на втором месте Если деньги будут на первом месте, то что произойдет? Человек получил какую-то сумму денег, все, он добился своей цели Второе ему уже не нужно Часто люди спрашивают меня, зачем я раскрываю секреты своей работы То есть создаю себе конкурентов, там еще такие вопросы задают Переживают по этому поводу А я скажу так, есть такая пословица или поговорка Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами Я это видео снимаю для тех людей, у которых в своем сердечке бьется надежда, бьется желание создать какую-то вещь стоящую То есть ему хочется сотворить печку или там мангал построить У него тянется душа к этому Но он не имеет знаний И ищет эти знания, не знает где их получить Отсутствует литература по строительству мангалов Нет видеоматериалов Я сам через это прошел Я сам нуждался в этой информации Ну, я хотел, я научился Теперь я эти знания передаю тем людям, которым они нужны Если человек не хочет этим заниматься Ты ему хоть наизнанку все выверни Все расскажи, все потроха покажи Он никогда не будет это делать Это надо дело любить Но вот есть люди, которые это дело любят Но у них отсутствуют эти знания Именно для них я эту информацию и передаю Учитесь И не смотрите там, кто там конкурент вам или не конкурент Когда у вас есть свое собственное дело Вам уже все равно, на все остальное становится У вас есть то, к чему лежит душа Вперед Обязательно надо устанавливать В этот зазор между огнеупорным кирпичем и облицовочным Также сюда Так вот закладываем уголки Это будет вторая высота Куда будет ложиться шампура Ну, опираться Это будет первая высота Здесь тоже перебечу, так станет Это будет первая высота Опирание шампуров Вот так Ну, а потом вторая высота С третьего ряда будет формироваться зуб Продолжаем формировать наклонную плоскость Для опоры зуба То есть левая боковая стенка Так, это Грань специально срезана Для внутренней вкладки арки То есть это пятка Сюда будет опираться кирпич Который пойдет на арку Он примерно вот так будет выглядеть Вот так будет опираться Подрезаться, конечно Проходить опалу На опалу Будет ложиться арка Здесь уголок Будет установлен Как вот внизу Также и здесь Сюда важно Будет подвес Вот они в уголке лежат Здесь Потом я их сюда вставлю Так, это последний ряд боковой стенки Следующий ряд уже будет идти С наклоном В эту сторону Наклоняться вовнутрь будет Зуб задал направление Соответственно я вот так Горизонталь проверяю Отмечаю параллельно Горизонталь Вот здесь сделаю спил Связаю кирпич Первый ряд И последний ряд Зуба тоже будет Срезаться Только Вот в таком положении И на него пойдет Поворот Второго зуба Так он повернет сюда В эту сторону С этой стороны В эту сторону Соответственно Так же Делаю Такой же срез Как на зубе На первом ряде И он у меня Так же Поворачивается И все это будет Сводиться К одному Заменателю К сечению дымохода Внутреннему Диаметру 27 на 27 сантиметров Ну все Я закладываю Последний ряд Вот Делаю здесь Пролезь Сверлю Вернее Сверлом Восьмеркой Для уголков Вставляю уголки И приступаю К правой стенке Правую стенку Делаю в зеркальном Отображении Левой Затем Приступаю К кладке Уже Непосредственно Самого зуба Подготовил я Два последних кирпича На правую стенку Вставил уголок Вот Просверлил Отверстие Вставил уголок Все аккуратно Замазал Смесью огнеупорной Когда застынет Будет крепко И надежно держаться Часть Краюшек Уголка Будет Закрепляться Наружней стенкой Вот как здесь Вот сейчас я покажу Вот видите Часть заходит На эту сторону Кирпича То есть я здесь В кирпиче выбью Потом И замажу Все раствором И будет дополнительная Опора Следующий ряд Прижмет Уголок И будет вообще Жестко Здесь это Направление Для зуба То есть После того Как я положу Здесь два кирпича Я приступлю К формированию Зуба И следующие ряды Буду ставить Опираться они будут На эту Кладку На боковые На левую На правую сторону Сейчас я покажу Как Срезать Фаску На кирпиче Для Поворота Первого ряда Зуба Без всяких Станков Одной болгаркой Как правильно Ставить кирпич Как его Резать Сейчас Попробую Зву zumindest Зву Звук Подписывайтесь Звук Разгон Звук Один Разгон Днем Подписывайтесь в Подписывайтесь Днем , Когда режете кирпич Для этого надо диск совмещать с верхней кромкой кирпича И той черточкой, которую вы начертили Предварительно кирпич надо смочить То есть если вы начертили вот так Такая у вас получилась, ну такой градус Бывает сильнее вот такая вот линия может быть Ну градус, ну у меня вот такая вот получилась Значит ставите вот этой гранью кирпича Вверх грань кирпича И диск ведете по этой грани Смотрите, чтобы прямо по грани шел диск Резал здесь и вертикально опускался То есть направление диска регулируете Когда пропилили, просто потом вдоль этого ребра Ведете диск, не сворачивая ни сюда, ни сюда Идете, идете, идете И потом в конце он опять здесь выйдет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь этот кирпич Ставится вот так на зуб И он задает направление для дыма Создает тяну Так, зуб почти закончился Пятый ряд заключительный Как последний ряд сделать? Его надо, значит, срезать Видите, вот этот бугор торчит Следующий этап Ставить кирпич под таким углом Чтобы он туда, зуб пошел, второй Поэтому, чтобы опора получилась Мне теперь надо срезать здесь Чтобы горизонтальная полочка Была не под таким градусом А горизонтальная Вот так вот Значит, сейчас я Пять кирпичей так срезаю И устанавливаю Следующий ряд Уже спиливать буду Под таким углом То есть стычок Буду срезать под таким градусом Хотел воспользоваться случаем Поблагодарить всех тех людей Которые рассказывают обо мне Которые советуют меня Как специалиста Ну, заказчикам Всем вам спасибо большое, ребята Что мне предлагаете работу Я вам очень сильно признателен За это А отдельно хочу выразить Особенную глубокую благодарность Одному человеку Который я уже даже со счета сбился Сколько он мне предложил мангалов Сколько я уже сделал работы Этот человек Его зовут Анзаур Анзаур, большое тебе человеческое спасибо Надеюсь, я тебя не подвожу Доверяешь мне Чисто человеческое спасибо Последний ряд зуба сформирован Вверх я спилил Под горизонтальный угол Следующий этап Значит, ставим кирпич на торец Тоже Успиливаем Угол Ну, фаску так называем Руспиливаем, да Задаем этому кирпичу направление То есть обратный зуб Получается И боковые стенки уже на этой высоте будут подворачиваться То есть это получается Раз, два, три, четыре, пять, шесть Седьмой ряд Огнеупорных кирпичей Заворачиваются уже на формирование конуса До сечения трубы 27 на 27 сантиметров Внутренний диаметр Собираю рамку 27 на 27 сантиметров Устанавливаю ее Ну, вот, как мангал цезарь Я делал По такому же принципу здесь я буду делать То есть устанавливаю направляющие Доски вот так ставлю под таким углом И здесь у меня будет рамка установлена И как только я выйду на это внутреннее сечение дымохода То дальше уже пойдет просто вертикально вверх труба Труба выйдет до самого потолок пройдет Кровлю пройдет И выйдет над кровлей Ну, ориентировочно около метра Над кровлей выйдет Начинаю конус подвинять под эту рамку То есть зуб сначала выкладываем Добоковые На этот зуб Добоковые стенки опираться Ну и так далее Подниму А потом уже с фасада сделаю полуарку Дугу И тоже эта стенка передняя Наклоняться будет до сечения дымохода Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok